Окей, давайте-то начинать, потому что там рассказывать мне захочется как всегда больше, чем у нас будет времени, поэтому чем раньше начнем, тем лучше. Два слова про меня. Я Сергей Воронин, я Java-разработчик в сервере, работаю уже довольно много, 8 лет в этом году исполнилось, все время работал на Java-проектах. И чем бы хотел с вами сегодня поделиться, это новинками Java, потому что Java постоянно развивается, особенно в последнее время, под крылом Oracle. И давайте начинать. Значит, тема называется What's new in Java? Вопрос, первый, который хочу у вас задать, с чего же все началось, а точнее, когда уйдет отсчет, с какого момента Java. И мы поиграем с вами маленькую игру, потому что когда началось, и, наверное, никого нет в варианте ответа, или есть сразу. Я вам дам 4 подсказки. 95-й. 95-й, 96-й. Окей, ответ принят. Это окончательный ответ. Есть еще варианты 91-й, они, кстати, все неспроста здесь. 91-й, 55-й, 36-й. На самом деле, правильно, да, очень близко. Все началось в 91-м году. Но в 91-м году, кто сказал, кстати, Вадим, не ты? Да. Да? О, вот, Вадим прав, потому что в 96-м году появился проект, который назывался прямо Java, была релиза, это первая версия. Но работать над проектом начали в 91-м. И работать над ним начали ребята с вот этой картинки. Мне интересно, на самом деле, хоть кто-то узнает здесь хотя бы одного человека, я могу подсказать, в очках. Горслинг? Реально приятно перед такой аудиторией что-то рассказывать. Ну, здесь из тех ребят, которые начинали работать в самом первом проекте, это Майк Шеридан, Патрик Ноутон и Джеймс Горслинг. Я их обвел здесь кружочками, потому что так будет проще. Слева направо, собственно, Горслинг. Вот это тот волосатый в очках. Они начали работать над проектом ОК и потом перешли к работе над Джавой. Джаву первую они делали, получается, пять лет. И первый глобальный релиз в мире увидел в 96-м году. Дальше они релизили довольно стабильно, то есть примерно раз в год. То есть первая 1.1, 1.2, 1.3. Все так более-менее равномерно. Даже вон 1.4, 1.5, 1.6. Вот. 1.6 довольно неплохая Джава была, как на тот момент. Но между 6-й и 7-й был такой долгий перерыв, потому что не могли облиться, кто будет развивать Джаву, на каких условиях, зачем, как, почему. Вот. И что произошло перед релизом 7-й Джавы? Oracle поглотил Sun Microsystems. Правильно. Вот. И если 7-я Джава, она выходила уже под руководством Oracle, там, с такими задержками, скажем, проблемами, никто не мог дождаться, когда же выйдет, наконец, 7-я Джава. И она вышла в 11-м году. То есть, видите, был перерывчик. И за это время все ходили, бегали, кричали, как можно работать на Джаве, если она не опускает новых апдейтов. Ну, мы дождались 7-й. Ну, как бы, и что? А 8-я вышла тоже, как бы, не очень прям так сразу. Они мучили-мучили, родили 8-ю. И 8-я Джава уже ничего. На 8-й Джаве уже можно работать. Но 8-й Джаве все не ограничилось, потому что выпустили 9-ю Джаву в 17-м году. И в 17-м же году архитектор из компании Nissan Mercosystems Oracle, который ведет, собственно, разработку Джавы, он сказал, давайте мы не будем вот так вот как-то хаотически пытаться релизить наш проект. То есть, мол, там, девелопили фичи, натестировали их, и пора релизить. Три года не релизили, пора релизить. Давайте пойдем к какой-то более стабильной системе. Они, в общем, предложили систему, такую же, как Linux, многие репозитории, не репозитории, а дистрибутивы следуют, то есть 6-месячные релизы. И все прошло. Такая штука начала работать с 17-го года, поэтому мы вот сейчас мы с вами в сентябре 19-го года, и вот с 17-го года до сегодня уже на релизе достаточно много Джав. Была и 10-я в марте 18-го года. Ну, то есть, короче, март-сентябрь пойдет таковольно стабильно. Десятое, потом 11-е. 11-е у нас стало LTS-ом. Почему LTS- важно в сравнении с не-LTS-релизами? Потому что не-LTS-релизы не саппортятся дольше, чем 6-месяч. То есть их зарелизили, показали вам фичи, вы могли их поизвать у себя на проте, если хотите. А после этого, как бы, все, никаких не патчей, ни секьюрити аддетов, ничего. Вот. Но, как ни странно, после вот этого всего классного начинания, мал 6-месячные релизы, все, балдеж, мне показалось, что Джава вышла просто на нереально классный путь. Но так не могло происходить бесконечно, поэтому вместе с плюшками появилась и проблема. Проблема заключается в том, что с 11-й Джавы Oracle, Oracle как Oracle, в общем, Oracle решил поменять лицензию. И что же поменялось в лицензии? Они пишут, что вы знаете, то есть если вы там скачиваете себе Oracle.jdk с сайта Oracle, то перед тем, как скачать что-то, вы должны принять лицензию и лицензионное соглашение. Вот. И он там пишет, будьте внимательны, потому что тот дистрибутив, который вы скачиваете, он ограничен нашей новой лицензией. И что же поменялось в лицензии, мы обсудим чуть-чуть отдельно, но суть в том, что она поменялась. Соответственно, 12-е и 13-е уже вышли под новыми лицензиями, и если нас не устраивают те условия, которые Oracle выставляет к этому, ну то все. 12-е и 13-е нам не подходит. То есть 11-е — это последняя, которая была доступна под старой лицензией. И самое интересное, 8-я версия, которая была апдейтнута в 19-м году, то есть в апреле, потому что они продолжают саппортить 8-ю версию, а последний апдейт, ну как последний, тот, который вышел в апреле, и все после него, они уже вышли под новой лицензией. Поэтому, ну, собственно, такой возможности использовать последнюю Java и быть нам более старой лицензией — нет. Точнее, в Oracle нет. Так, значит, что же в итоге поменялось в самой лицензии? Давайте буквально пару слов об этом. Значит, Oracle разделил пользователей на два класса. Один — это бесплатный уровень, второй — который требует платной поддержки. В бесплатные попадают люди, которые просто себе ставят Java на комп и запускают ее, то есть персональное использование, ну, собственно, на персональных компьютерах. Разработка, то есть если вам нужна Java для того, чтобы писать проекты, тестировать там что-то, запускать из себя локально, тоже без проблем. Вот. А третья группа пользователей — это уже одобрено Oracle использование и в плане на продакшене, то есть если вы запускаете приложение, оно обслуживает ваши бизнесовые цели, то вы должны быть опробован Oracle для этого. Либо альтернатива этому — это вы можете использовать Oracle Cloud. он вам до Java, будете за нее платить и там выполнять свои приложушки. И вот в чем весь цимис этой лицензии, в том, что люди, которые платят за поддержку, либо используют легально, да, то есть персонально, либо для девелокмента, они могут получать апдейты с Oracle. То есть вот мы заходим, нажимаем, мы согласны с лицензией, мы не нарушаем, скачали себе новый апдейт. Вот, люди, которые под эти условия не подпадают, они не могут получать апдейты. Вот. И для нас это довольно важно, для людей, которые пишут продакшен-код, запускают что-то на продакшене, потому что мы остались за чертой за это. И у нас есть два варианта. Либо согласиться и заплатить Oracle, либо искать какие-то альтернативы. Да, это значит, что я уже сказал, что вот эта лицензия, она относится и к 8-й Java с 211-го апдейта тоже. Вот, значит, ну, естественно, что нам делать с этим? Первый вариант — это просто согласиться и заплатить Oracle. Второй вариант — не согласиться и не платить Oracle и пойти искать альтернативы. И на самом деле есть несколько классных проектов, которые призваны для того, чтобы решить проблему бизнеса. Один из них — это OpenGDK. OpenGDK выпускается, точнее, под эгидой OpenGDK выпускаются исходники и бинарники. GDK полностью совместимы, и, по-моему, там бинарная идентичность обещается между релизами в Oracle и в OpenGDK. Единственное, что OpenGDK выпускается под свободной лицензией. Да, второе — это пойти заплатить Oracle. Третий вариант — есть отдельные вендоры, которые работают над другими версиями GDK, не OpenGDK и не Oracle GDK. То есть это отдельные ветки от Java экосистемы. Они работают над… В общем, у них у каждого своя модель, но в основном это форки от OpenGDK. И чем они хороши? Тем, что, во-первых, они обычно разрешают коммерческое использование своих систем, а второе — они поставляют вам апдейты. То есть была обнаружена какая-то критическая уязвимость, они выпускают заплаточку, патчуют, выпускают новую версию. В OpenGDK такого не происходит, потому что там зарелизали только базовую версию и все. А в Oracle происходит на поплатной подписке, вот в фортах происходит у каждого по-своему. Из нескольких названий — Adopt OpenGDK — флишная система. В ней довольно много людей, которые работают и в самом Oracle, и в OpenGDK, и в Eclipse, и в других таких компаниях, которые могут увидеть разработчиков, когда работают на GDK. Amazon Coretta Amazon выпускает под свои нужды GDK, чтобы обслуживать. Я потому, что Amazon довольно большая компания, в любом случае нужна Java, и они как-то с этим борются. Вот, поэтому в рамках Amazon был создан Amazon Coretta. SAP — тоже большая компания, которая работает над GDK. Red Hat выпускает. Red Hat выпускает свою версию, и они разрешают ее использовать бесплатно, но если мы хотим апдейтить, то они тоже платные, как у Oracle. Ну и почему вообще в принципе компания типа Red Hat и дальше ниже он идет Zulu от Amazon, ой, от Azula, простите, тем, что они тоже предоставляют сервис по платной подписке, и тут уже можно выбирать, какой вам больше нравится. То есть вы можете пробовать работать с Oracle, можете пробовать работать с Ratheta, можно пробовать работать с Azula. В принципе, во всех этих трех вариантах есть смс. Вот. Чем классно paid support, не мне вам рассказывать, потому что легче пропихнуть багфиксы. То есть, если приходишь в саппорт, и говоришь, ну, можно paid support. Сделайте нам фикс. Окей. И IBM. IBM тоже выпускает свою GDK. Она фришная, но проблема в том, что там Java только восьмая версия, во всяком случае, когда я последний раз смотрел. Давайте немножко отключемся тогда от лицензии, потому что лицензия это скучно. Перейдем к коду. Значит, что касается кода. Давайте поговорим про фичи, которые появились с 8 по 11 у Java. Ну, буквально пробежимся по всему крутому, что там было. Почему с 8? Потому что, в частности, с 8 менялась лицензия. Не вообще, как бы. Почему бы и нет? Потому что я считаю, что это все, все, что после 8 Java, это можно считать новой. Правильно? Все же пишут еще на 7, на 8. Не только я один. Окей. Значит, первое, на что хотелось бы обратить внимание, что у нас немножко имплогнули Optionals в GDK за этот период. Появилась возможность использовать Optionals в стримах. То есть появились такие предикаты, как isPresent, get, collect-stress-to-list. Все, теперь это можно использовать. Ну, collect-stress-to-list был на самом деле. И теперь это выглядит симпатичнее. Правильно? Потому что есть Optional-стрим. Optional-стрим позволяет превратить поток Optional сразу в сущности. То есть, если оно есть, то оно вам придет дальше. Вот здесь вот, collect-то. Этот Optional. Если нету, то нету. Ну, я не знаю, что я не написал, что такое lookup. Ну, lookup-string-setting здесь возвращает Optional от сеттинга. Вообще видно мой код софт? Да, видно. И раньше нам нужно было отдельно проверять отдельно get it. Два действия. Теперь достаточно сделать стрим. Мелочь. Это очень приятно. Дальше появилась возможность использовать в Optional бренчинг. Потому что, если мы хотели до восьмой джавы проверить Optional, и если он есть, взять одно, если нет другого, то у нас не было возможности взять в одном стейтменте. В восьмой версии добавили возможности в Present or Else. И оно понимает две лямбды. И, собственно, мы передаем, говорим, теперь display check-in, display missing booking page. Тоже приятно, потому что меньше мусора. Можно сделать и throw, если вдруг там у нас какие-то там exceptional кейсы. Не нужно это, опять же, писать в таком в ивчике. Можно сразу наджойнить поверх Optional и, собственно, кинуть какой-то новый exception для нас. Да, сейчас поглядим, кто-то что-то написал в чат. Был ли Optional до восьмой джавы? Да. А как, по-моему, его добавили в седьмой? Восьмой. Восьмой? Да. Окей. Восьмой восьмой. Окей. Значит, его импровнули где-то дальше. Я просто не помню, в какой джаве это добавил. Но как минимум Optional и поимпровали. И я вот и в present.orals по-моему в девятый это добавили. В любом случае такие мелочи можно и взять. Они делают код немножко почище, покрасивее. Опять же, добавили Local Variables. Local Variables было очень много докладов на jconfig позапрошлом году по Local Variables, но как бы грех их не вспомнить, потому что они делают код более читаемым и из того, что люди говорят, вы больше внимания обращаете на имена переменные. Потому что когда ты не видишь рядом имени класса, типа которого переменная, ты начинаешь думать о том, что нужно написать клиент, request, response, нагружать его каким-то смыслом. Из того, что они импровнули в периоде, в периоде с 8 по 11 джава они добавили возможность использовать Local Variables в лямбдах. И чем это прикольно? Тем, что если вот у нас есть, видите, внутри лямбда меняется, то есть раньше я писал лямбду просто, это какой-то пример синхронного вызова в HTTP клиенте. Вот, и вот самое важное, то, что здесь выделено внутри, между респонсом и с кавычкой, скобочкой. Вот, у меня есть какой-то респонс, я хочу его напечатать и потом вернуть обратно. Вот, если бы я хотел указать, что мой респонс должен сюда прийти неналевым, и я бы хотел добавить аннотацию. до определенного момента, пока в лямбдах нельзя было использовать Local Variables, мы бы не могли написать far response и при этом пометить аннотацию. Сейчас так можно сделать. Они, во-первых, разрешили использовать пар в лямбдах, а когда ты используешь FUTVAR в лямбде, ты можешь написать аннотацию. Удобненько. Шибанг. Шибанг — отдельная штука. Я не буду спрашивать, кто знает, что такое шибанг. В общем, шибанг — это чтение вот этой вот конструкции решетка высотный знак. То есть ш-бен. Обычно оно чаще всего встречается в башских рептах, то есть вы пишете инструкцию интерпетатора, который будет вычитывать ваш файлик, и говорите, каким собственно обработчиком то, что пойдет дальше, нужно читать. Вот в моем случае это bash. То есть я говорю bash, что внизу будет bash-овский код, типичный в лоте эхо, там, или баш-овский код пишите, оно работает. Так вот, что появилось в джаве, в джаве появилась возможность использовать джава, то есть наш executable файл java, в котором мы все привыкли, которые мы выполняем, в режиме шибанга, то есть мы можем указать вот такую конструкцию, шибанг, собственно, где у нас джава лежит, потом сказать, что source будет не меньше 11, и дальше написать просто вот прям файл java код, и никакой проблемы не будет, будет вызвана java, ей будет передан этот код, передан этот код, java его скомпилирует и выполнит. Вот, закрыта эта штука была в джепе java enhancement proposal 330, и она называется буквально launch single file source code program, вот, тут она объясняет собственно ограничения, которые у вас есть, то есть в рамках этого файла вы не можете выполнять там целый проект, который состоит из кучи файлов, не, она, к сожалению, настолько далеко не продвинулась, но можно выполнить один какой-то кусок кода здесь. Это достаточно неплохо, потому что, ну вот, я дальше скажу, например, у java появилось, в принципе, много возможностей таких адекватных для использования, точнее, для написания кода вот прямо из коробки. В частности, то, что добавилось, это http клиент, то есть теперь, вот мы тут только обсуждали, с коллегой, что раньше для того, чтобы написать connection к определенному хосту, нужно было либо сокет инициализировать, открыть пакет, либо подключать, либо внешний, допустим, apache-клиент, джерси, либо джерси, то я, как угодно. Вот, с новой java, опять же, надо было промаркировать, с какой версией, это все добавлялось, в общем, с новой java, а, это, кстати, в 11 java, он же я же написал в 11 java, с 11 java у вас есть http клиент из коробки, и вот, совмещая http клиент с шибангом, можно писать уже что-то толковое. Я могу примерчик показать, но давайте, мы, кажется, теперь клиент и вернемся, а я бы хотел вам все равно показать пример, как работает jbank. То есть, у меня есть файлик, вот, в нем написано то, что я вам обещал, то есть, указано java, source, и есть какой-то код, код, примерно тот, который я писал до этого. Вот, внутри выполнилась java, оно отпечатало. Есть, ну, как бы, на самом деле, здесь происходит очень простое, то есть, происходит вызов этой java с этими параметами, и у меня есть файлик здесь рядышком, называется он shibank java, давайте мы сейчас эту команду сохраним себе на будущее, посмотрим, что же у меня в этом shibank java. вот, в shibank java мы тут делаем уже более хитрые вещи, то есть, у меня тут есть пару импортов, в основном, касается HTTP клиента, то есть, я здесь все-таки напечатаю приветствие, потом создам HTTP клиент, HTTP клиент, мне HTTP клиент, потом напишу, какому я хосту хочу законнектиться, в моем случае это IP, это сайт, который позволяет видеть твой IP-шник, и дальше мы можем поработать с респонсом, то есть, взять у него статус-код, можем взять банги, можем хедеры, посмотрим, вот здесь я это просто вывожу, и мы можем это запустить, и можете не поверить, оно отработает, то есть, произойдет connection, оно показывает, что респонс-код был 200, показывает, что мой IP-шник, ну я знаю, что там в боте только IP-шник возвращается, внешне, вот такой, все, можете меня банить, ну в плане запускать DOS-атаку, но это прикольно, и тем более, что это все выполняется в одном файлике, без прикомпиляции, без мейвена, без джарника, без всего, и вы можете это отдать любому человеку, запустить на хосте, скачать, в общем, вы знаете, что с этим делать. Окей, HTTP клиент, значит, добавилось HTTP клиент, в частности, асинхронный, но сейчас обо всем по порядку, то есть, как я вам показывал выше, здесь есть возможность получать респонс, ну короче, в общем, оно стало по-человечески работать, долго рассказываю, вот, HTTP клиент асинхронный в частности, то есть, у него есть методы асинхронных вызовов, то есть, можно отправить запрос, send a sync, вон, видите, кому-то, ничего не вижу, мышки с вами, вот, send a sync, отправляете request, говорите, какой хендер будет отрабатывать, обрабатывать респонс, ну и обрабатываете, можно тоже чинить, что применить, потом, send a sync, куда это вывести, вот, работает, ну, естественно, то есть, асинхронно, понятно, после этой команды мы пошли дальше, но здесь еще наши хендеры подергают, когда придет время. Обновилось, на самом деле, много, не только HTTP клиент, обновлялись много разных внутренних библиотек, то, что я говорил, optional, пообновлялись, пообновлялись буферы, пообновлялись files, пас, collections немножко обновился, можно будет глянуть отдельно, если вдруг будет интересно, по каждой из этих файликов можно зайти и глянуть, что там поапдейт, просто на javadoc. Из того, что можно было бы сказать, что это весело, и наконец-то оно к нам пришло, у нас появились методы из blank в стринге, ну, это вот сейчас я про стринг пару методов скажу, оно проверяет, не пустая ли у вас строка, но не так, как из empty, а в частности сюда входит вариант с просто с острыми кавычками, то есть когда у вас там не null. Потом возможность вернуть стрим стрингов из стринга, то есть каждая строка будет в новом элементе стрима, стрингом в стриме. Есть возможность заполнить строку каким-то значением repeat, strip, strip leading, strip trailing, чем отличается, его добавили здесь и он очень похож на trim, который у нас раньше был, но trim он уже острел, потому что в trim все спеки написаны по ASCII, то есть там по такой-то, по такой-то ASCII код, это у нас white space, а в unicode подобавляли еще white space, поэтому оно не все ловило, и чтобы не использовать сторонние библиотеки, нам наконец-то дали нормальный метод strip. Вот, в принципе, я советую пользоваться strip если вдруг нужно. В collection и в predicate тоже поменялись пару штук, в collection добавился дополнительный метод к существующим toarray, здесь он принимает infunction и вы можете собственно передать функцию, которая вам произведет array, в которую вы хотите положить элементы. Из предиката появилась возможность сделать отрицание текущего предиката, а раньше такого не было, это очень странно, если честно, как мы жили без этого, потому что если вы хотите проверить, ну вот у вас есть line, stream вы из нее делаете, да, потому что помните, что у нас появилось, фильтр, и мы хотим профильтровать строки, которые не пустые, и нам нужно было говорить s, которая, s, is blank, но только нет. Теперь у нас наконец появилась возможность передать предикат и написать string is blank. пардон, мне кажется, что там был метод negate. negate? раньше? Мне кажется, это было в Huawei. Восьмая java от java.util. Но я не буду гуглить, окей, спасибо, Вадим, я гляну. Ну, нот короче, согласен. нот короче. Не, на самом деле negate, если он был, так было бы тоже норм, но вот, из-за того, что я слышал, что нот появился. Окей, это я погуглю отдельно. Давайте перейдем, значит, к тому, что поменялось в самой gdk, то есть не только про код, а и в gdk. Значит, в gdk немножко поменялась система внутреннего устройства классов, в частности, это касается вложенных классов, и они немножко измели эту штуку в java 181. Вот вы можете почитать, что здесь написано, но суть в том, что раньше, когда у нас было два вложенных класса, например, вот такой, то есть у нас есть внешний класс, у него есть field, есть вложенный класс, и мы хотим получить доступ к филду у внешнего класса. вот, и здесь нам java обещает, что private field, он может быть видимый либо внутри класса, либо у вложенного класса, правильно? вот, но если мы посмотрим, как на самом деле это компилировалось, потому что java она компилируется, правильно? Мы можем это прокомпилировать, у нас, на самом деле, есть где-то этот nest java, но я просто здесь вам покажу, то есть я бы выполнил java.c, release.8, nest.java, правильно? Ну, nest.java это вот этот класс. А потом есть прога, называется java.b, то есть это дизассемблер java кода, вот, если бы мы посмотрели, а что же там на самом деле в nest.class было, и там была бы вот такая вот классная штука, то есть вы видите public class next, у него есть private field field, есть конструктор, а потом у него есть static string access, то есть это уже совсем не private доступ, как минимум package private. Вот, это печаль, потому что ну уже не только значит у тебя и у твоего вложенного класса есть доступ, а если мы посмотрим, как же выглядит inner class, который вот у нас тоже он донируется отдельным файликом, то он собственно получает доступ через этот getter отстой, поэтому они это поменяли, и если мы посмотрим, как теперь это по-новому выглядит, и мы скомпилируем просто java.c, но у меня здесь в данном случае java.1 стоит, и я один из java.java по умолчанию компилирую, если мы указываем source. Вот, то мы видим, что есть field, а есть конструктор, а getter нет, а как же теперь это работает внутри inner класса, а в inner классе вызывается метод, по-честному вызывается метод, у класса nest вызывается field, и он возвращает string класс. А как же они это сделали? На самом деле они добавили несколько полей, потому что у класса, ну, у каждого объекта, у каждого класса, который компилируется, у него есть много разной технической информации, которую java.2 записывает. Вот, и в частности они добавили два поля nest members, nest host, которые указывают, кто же у этого класса вложены классы, либо в кого вложен текущий класс. Вот, с помощью вот этих двух полей java на самом деле проверяет, у кого есть доступ к методам, у кого нет. Вот, это внутри поменялось. Вот, в java.py я это как раз говоря у класса nest класс, то есть мы видим, что у него есть nest inner, а если я спрашиваю у nest inner, какие-то из этих полей, то он показывает, что у него вообще-то есть внешний класс класс nest. Вот, хоть что-то импроводить. Также в java 11 появился Epsilon GC. На продакшене его использовать вам не очень рекомендую, в плане, если просто прийти и включить, наверное, не стоит. А для некоторых задач можно. суть в том, что Epsilon GC это garbage collector, который ничего не делает, то есть имплементация ничего никогда не делает. Штука забавная, ее полюбили разного рода стимальные спортивные программисты, потому что они могут потестировать перформанс своего приложения без влияния задержек от garbage коллекшена на результаты тестирования. Вот, и в принципе Java Guru говорит, что если с умом подходить к разработке приложения, можно собственно включать Epsilon GC себе, и таким образом вы обеспечите реал-тайм собственно перформанс, то есть максимальный, который Java может выдать. И у Epsilon GC есть две штуки, то есть он может сделать вам heap dump, ну как бы вообще у Epsilon GC, то есть если у вас есть программа и она выполняется на JVM с ключевым Epsilon GC, стандартное поведение это out of memory exception, то есть вы выделяли, выделяли, выделяли память, в итоге она закончилась, память никто не чистил, все, конец истории out of memory exception. Что с этим делать? у JVM есть два пути, как обработать эту ситуацию, ну вот, у Epsilon GC в частности. Он может сделать либо heap dump, то есть вот если вы чисто тесты какие-то запускали на ней и вы посмотрите, какое количество памяти съедено, какими объектами он скинет это heap dump, либо он может запустить какой-то новый Java процесс, то есть можно себя запустить, если это какая-то там тулза, которая работает, рекомендуют использовать для требовательных приложений времени, либо для каких-то приложений, которые практически не выделяют новых объектов, а допустим какие-то транспортные приложения, что-то откуда так перекинуть, вы хотели бы это написать на Java, чтобы вам не пришли в DC plus plus и не сказали, что у вас все правильно работает, вот, можно на Epsilon GC это в принципе написать, но нужно аккуратно делать, вот, это в JP318, также, кстати, да, вместе с изменением лицензии, там, как бы, у нас было много разных печальных аспектов, но есть и пару клюшек, то, что Oracle выдал в бесплатное использование все свои дебаги профайлинг тулзы, одна из них Flat Recorder, вторая Mission Control, они доступны, для них нужно немножко тюнить свой код, чтобы их использовать, но люди, которые пользовались, очень удобно, при том, что можно не делать два разных бренча кода, ну, в общем, две разные версии кода, одна для продакшена, которая как бы без всего вот этого была, без профайлинга, и одна для профайлинга, здесь можно это запускать прямо со всем этим профайлинг-кодом, и при этом оно не увеличивает время отклика вашего приложения, ну, как бы, почти не увеличивает, при этом у вас есть возможность все видеть, на продакшене рекомендую потестировать, особенно на высоконагрузенных системах, которые сложно отловить, что где-то застрет, именно flight-recorder и emission control, они немного старые, в принципе, потому что их делали еще где-то в 90-х, но они толковые вещи показывают, вот, начиная с 12-й Java, давайте тоже также, ну, по аналогичной схеме пойдемте, пару плюшек со стороны кода, пару плюшек со стороны ngvm. То, что мы долго ждали, наконец, случилось, пока, правда, в превью-версии, текст-блоке, то есть, если мы хотим написать многострочную стрингу, раньше нужно было писать вот так вот плюсики, там отступы, все дела, с новой строки, теперь появилась возможность писать три кавычки, написать сразу многострочную строку, как мы хотим, и все будет нормально отработано, компилятор это примет и сделает вам одну большую строку. Появилась у коллекторов дополнительная возможность разделять потоки, то есть, это оператор team, он на входе, точнее, ну да, на входе получает два коллектора и потом функцию, которая может совмещать выводы двух коллекторов. Ну, коллекторы, я напомню, используются в стримах, то есть, если мы хотим работать с результатом. Чем это круто? тем, что мы можем, собственно, с одного стрима сразу получить два результата. Нам нужно создавать два стрима, нужно их копировать, оно сразу применится один и другому. Опять же, можно было сделать руками этот team коллектор, но вот нам его предоставили из коробки с GVM. Есть пример у меня, то есть, если мы с вами хотим выбрать работников с самой большой, самой маленькой зарплаты и вернуть их наверх кому-то пользователю. Вот мы, у нас есть employees, стрим, мы их собираем коллектором, коллектор у нас появился team и дальше мы используем те, кто у нас были раньше. Коллектор с max.buy, то есть, я говорю, что нужно посравнивать по имплейге, salary и вернемся у меня здесь максимум, а второй коллектор у меня будет min.buy, ну, мы хотим составить range зарплату от и до. Вот, дальше у нас есть функция, которая получит первый элемент, второй элемент, ну, и мы здесь его положим просто в map. Пример ради примера, конечно, у нас будет в map мин и max, потом можно с этим мэпом поработать. Не нужно два раза огородить стрель. Можно здесь пофильтровать и более хитро, то есть, например, там, у кого больше, посчитай, сколько сотрудников, у кого меньше, их добавить в список. Опять же, все это нам вернется сюда и списком, и интеджером, ну, в моем случае, я просто их списком собрал. получили, все, наверх вернули. Тут можно свои объекты собрать, в общем, ваша фантазия здесь приветствуется, Java для этого дала возможности. SwitchExpression тоже превью пока, к сожалению, но в 13-й Java все никак не релизано, никак стабильную версию, но можно хотя бы в каких-то домашних проектах использовать. значит, чем StringExpressions отличается от бывшего, ой, Switch, SwitchExpressions отличается от того, что было раньше в Switchе. То есть, если мы с вами хотели написать Switch и расписать несколько разных кейсов, мы вот делаем примерно такой код. Писали Switch, trim, trim, кейс такой, кейс такой, тут у нас будет одинаковый кейс, если что-то пошло не так, дали exception. При том, что видите, вот в данном примере я какое-то значение пэккеджа присваиваю в каждом из блоков. Сделали нам сразу возможность, то есть, Switch, в принципе, стал стейтментом, который возвращает значение. Можно перечислять несколько кейсов, не просто кейс, что-то, кейс, что-то, кейс, что-то, можно просто перечислить какие-то значения, которые нам нужны. Вот. Для такого примера, в принципе, есть логика, то есть, здесь вот видите, я разбираю хеддер, и в зависимости от типа контента, который запрашивается, я разным конвертером произвожу, в общем, наверх какую-то сущность. То есть, в моем случае, если text plane, то у меня текст конвертер parsed body, если json, то json waper работает, если xml, то xml брашалер. Батс, 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 все возвращается наверх. Можно даже сразу видеть, у меня, если сравнить предыдущий метод с этим, можно сразу в один стейтмент все уложить, return switch, оп. Вот. в дефолте можно кидать где угодно, не только в дефолте. По gdk 12, что поменялось? Значит, добавился g1. g1 это low latency garbage collector. Правильно? по-моему, он стал по умолчанию. Они, в принципе, его импровнули в разных направлениях, то есть более оптимально чистят память. В некоторых местах garbage collection забывал чистить память. Они его поимпровали. Ну, на самом деле, тут больше техническая информация. если вдруг кто пользуется g1, он стал чуть-чуть получше, пооптимальнее. Мелочи приятны. zgc zgc это garbage collector, который запускается параллельно. То есть он работает параллельно с вашим приложением. У него фазы блокировки приложения сведены до минимума. То есть только когда у вас уже там совсем конфликтует поток и необходимость garbage collection шутать, это переложить или убрать. То есть там из разных областей памяти, то он остановит ваше приложение. Но эти паузы как бы здесь гарантируются не больше 10 миллисекунд, а все остальное там в принципе сводится к минимуму возможному. Тоже здесь поимпровывались zgc по работе с памятью. Если она ему не нужна, он имеет возвращать в операционной системе. Опять же милоще приятно, всегда меньше страдает. Shenando тоже появился с восьмой версии он был в превью, а с одиннадцатой он по умолчанию. Это новый подход к garbage collection, который опять же много разных garbage collection и все они импровнуты в разных. Дело в том, что каждый garbage collection чуть по-своему работает на разных типах задач. то есть у вас могут быть такие связи в объектах, которые параллельно выбираются плохо. Разными подходами хорошо, другими подходами хорошо. И можно пробовать, с чем у вас будет лучше работать. Shenando, zgc, что там было еще, g1. Пробуйте, они и пробуют их от релиза к релизу. Еще одна штучка, о которой хотел бы хотя бы вскоре сказать. они в 12-17 версии Oracle немножко улучшили и сделали возможность фича называется Dynamic CDS, то есть класс Data Sharing. И суть в чем? В том, что когда вы запускаете свое Java приложение, GVM умеет анализировать выполнение вашего приложения, какие классы нужны, какие запускались, какие не запускались, потому что в целом референсов много, то есть вы подключаете либо у вас сразу несколько тысяч классов, но не все из них используются, не все есть смысл загружать в память, держать. GVM умеет это анализировать и раньше для того, чтобы использовать этот класс Data Sharing, то есть это сторож, в которой сохраняется информация, какие классы будут нужны приложения. Вам нужно было явно включить это. Я хочу, чтобы мое приложение использовало CDS. И тогда соответственно вы запустили приложение, поработало, закрыли его, запустили еще раз, информация CDS сразу досталась, у вас может какая-то произошла оптимизация. С 11, точнее прошу прощения, с 12 GVM есть динамик CDS, то есть это все работает по умолчанию для вашего приложения. Чем хорошо, тем, что из такого живого примера, если у вас работал-работал instance, там крутила Java, она умерла с out-of-memory exception, вы бегом побежали рестартовать, то вот этот рестартовать будет пустя работать. Насколько это может оптимизировать с ланджи Венха, конечно. Вот. Ну и казалось бы, Java 13 немного получше, чем Java 8, никаких удивлений, но есть вопрос, что же делать, так как начать использовать 13 Java. Здесь нужно еще про пару моментов поговорить с вами. Значит, первый вариант начать с нуля, то есть взять 13 Java, прошу прощения, там спойлер, и начать писать. Вот, это рабочий вариант, с ним у вас будет меньше всего проблем, то есть, если у вас новый проект, нужно подключить новую Java, лучше, конечно, LTS, потому что Java сейчас обновляется раз в полгода, LTS саппортится дольше. Вот, но в любом случае начать использовать новую Java. Не всем, к сожалению, такая роскошь доступна, поэтому нам придется распределить второй вариант. Второй вариант называется эмигрировать. Это не так просто, потому что бывают разные проблемы, и первое, значит, ваши депенденции должны поддерживать новую Java, а такое не всегда происходит. Правильно? Второй вариант, который может вас опечалить, то, что из Java пропал весь GST, который раньше там был, он, конечно, далеко не всем нужен, но он пропал, во всяком случае, если у вас были какие-то, которые использовали GE, оно так сразу не запустится. Немножко поубирали внутренние IP, которые были для Java, и некоторые IP, в принципе, убрали, не только внутренние. Вот. С этим вы можете столкнуться, если вы начнете просто, вот у вас был проект, вы поменяли компилятор, запускать на 11, и половина не работает. Что касается по депенденциям, давайте посмотрим на картинку в реальности, и чем хорошо, точнее, что хорошо в нашей ситуации, то, что уже довольно много времени прошло с 11, а миграция с 11, на 13, она не такая болезненная, поэтому большинство депенденций, которые были раньше, они начали, на смысле, которые вы используете, они, скорее всего, уже обновились до 11, либо до 13 Java. Вот. И в реальном жизни есть две ситуации. Ваша библиотека сейчас вообще не саппортится, и она не была ни до 11, ни до апдейт, ни до 13, и здесь в основном, основной совет не использовать больше таких библиотек, то есть переписать те куски, в которых у вас есть зависимость на эти библиотеки, на использование либо в принципе Java возможностей, которые добавились, если их достаточно, если нет, то найти какую-то замену. Вторая версия подождать, если она еще не саппортит, но в принципе библиотека не заброшена. И вот третье, то, что я вам говорил, вот здесь вот зелененьким отмечены те библиотеки относительно популярные, которые уже работают на 11-й Java, а зеленым те, кто работает на 9-й, но еще не на 11-й Java. То есть если у вас проект используют то, что зелененьким отмечены, вообще без проблем, то есть вы обновляете версии до новых этих зависимостей, у вас все начнет собираться. Окей, слайдик доступен, вон ссылка внизу, там эта штука обновляется, можно посмотреть. Убрали GE Support. Из того, с чем мы работаем, ну, во всяком случае, на своем проекте, мы используем XML-аннотации. И если у тебя в 11-й Java нет этого, то у тебя просто класс не скомпилирует. То есть вот у меня класс, в нем обычный XML-root элемент, использованная аннотация, я пытаюсь его скомпилировать на 11-й Java, она, извини, не работает. Хотя, казалось бы, да, Java X. Есть несколько workaroundов из-за этого можно, пока еще можно, то есть видите, оно здесь говорит на package, то есть что он невидимый, мы помним проект Chainsaw, который будет понятие package, видимость package, что мы экспортируем, то есть не то, чтобы замена Maven, но разбивка на модуле, скажем, вот здесь как раз вот это функционально сступает в обду, то есть они начинали закрывать это еще раньше с перемещением этого в другие package, и можно это обойти, разрешая, видимо, увидеть старые пакеты, запустив свое предложение с флагом, разрешить всем видеть все, но отдельно хотел бы показать вам картинку, что пропало, то есть здесь у нас вот этот chainsaw, то есть то, как GVM, GDK, точнее, внутри разделили на разные модули, то есть Java SE, Java XML Bint, Java SS, в общем, все так структурировано, и что пропало, пропало, сейчас я вам покажу, что, вот мы здесь видим с вами Java XML Bint, и вот здесь вот на следующем слайде кусок графа пропадет, оп, вот его убрали, и вот если у вас что-то было из вот этого, все временем это совсем перестанет работать, но есть большая радостная новость для тех людей, которые видели вот здесь какой-то элемент вот здесь не видели, это то, что Oracle не хотел удалять просто ради удаления, они готовы дать людям пользоваться этими фичами дальше, просто чтобы они их видели в отдельные проекты, и они считают, что это не всем нужно, но если вам нужно, то вы можете добавить эти модули себе в Maven Dependency, либо в Rable Dependency, например, как открыть обратно JaxB, включили, пассы потянули, все отлично, все опять заработало, в принципе, не очень сложно. и последние буквально два пункта, это чтобы убирали из internal API, они все больше и больше ограничивают возможность использования сам пэккеджа и пэккеджа, которые называются internal, GDK-шные, и ограничивают они это тем, что когда вы компилируете свой пот, он, по-моему, в 11-й Java еще выдает warning, в 12-й, 15-й он не компилируется вообще, то есть у вас падает компилятор exception. Что делать с этим? Ну, не использовать это, на самом деле тут никаких таких классных советов нету, если у вас были библиотеки, которые использовали internal API, они перестанут работать, и ищите какую-то замену. Увы, не используйте этого. Как увидеть то, что вы в общем в зоне риска, можете запустить столзу называется jdeps, она может посмотреть в джарник и проанализировать, есть ли у вас какой-то класс, который пытается использовать внутренние IP-шки, он их вам зарепортит, то есть вы выполняете поверх своего джарника с параметром GDK internal все, он вам скажет, обратите внимание на эти штуки, они используют застрелы API. Вот, все для людей. И есть удаление IP-шек. Хорошая вещь в том, что эти IP-шки были сто лет отмечены как тип-пикейт, это у вас любая современная IDE писала о том, что не используют эти тип-пикейт IP-шки, поэтому наконец время настало и то, что обещали убрать в третьей джаре наконец убрали. Здесь как бы на здравый смысл рассчитано. не используйте такие IP-шки, которые дебрикейт слишком долго, и не забывайте просматривать свои ворнинги, когда вы дебажите проект. Саммери. По саммери я не уверен, что у нас есть время на это, поэтому я сразу передаю к референсам. Если вдруг чего-то я здесь забыл или упустил, вы можете посмотреть, здесь много классных статей. из того, что я вам очень рекомендую это посмотреть доклад Марка Рейнхолда, которого я упоминал чуть раньше на слайдах, что поменялось в живем, как они себя видят в будущее, развитие очень классный прикольный доклад. Опять же, очень похоже на то, что я сейчас рассказывал, есть в записи от Андрея Ремара, можете посмотреть, и разные прикольные в общем что-то. В общем, советую пройтись по этим вещам, если у вас будет время, там наверняка вы найдете, что-то более полезное, о чем я вам сегодня рассказал. На этом у меня, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, помимо optional, которые я обещаю загуглить, то он готов послушать. Какого-то есть, не знаю, практический опыт того, что на Enterprise проектах используется не LTS, а какие-то там, не знаю, десятая, двенадцатая? У меня такого опыта, к сожалению, нет. Ну, тут просто основная проблема с использованием не LTS, а в том, что тебе нужно как минимум раз в полгода обновлять проект на новый план. То есть, я думаю, с этим можно жить, ну, абсолютно реально, но на это нужно получить аппровол, потому что у вас есть вероятность, что будет разломаться пять раз в полгода, ну, и на это нужно будет тратить девелоперские ресурсы. А в целом, на самом деле, это очень классная идея. Я со своим клиентом проводил на эту тему беседы, и, ну, клиенты, обычная девелоперская команда, они очень открыты к этому, я думаю, что мы можем перейти, скажем, на такой релиз. просто это обычно затрагивает не только девелоперы, это затрагивает еще и апдейт постеров на всех своих серверах, на кастомерских, и, как бы, такой снежный ком получается, и это обычно требуется аппручу, нет, топ-менеджмента. Ну, на самом деле, да. Ну, опять же, я думаю, что аппрув нужен будет один раз, то есть перейти на новую модель, и это станет нормой, примерно, как апдейтить все депенденсии, которые сейчас гитхаб, в частности, репортит, старые, устаревшие с секьюрити проблемами. То же самое Java, то есть нужно это понять, как бы, во-первых, Java развивается, они, видите, не добавляют фичи каждые полгода, но мы же не можем использовать фичи десятилетней давности и быть довольны. Поэтому я думаю, что добавок против него случая нет. Да, свитч – зло, я согласен. Я только читаю комментарии из чата. Был ли optional до 8? Ну, вроде как мы уже с Вадимом решили, что не было. Окей. Всем спасибо. Мы начнем питание. Да, Я спочатку приедамся десь посередине и я побачил, что вы презентовали, говорили про HTTP клиент. Там можно использовать его как асинхронные заплаты. Да. И может вы детальнейше как оно реализовано, бо настолько мы понимаем, что REST, ну, HTTP, он, не знаю, воно середине выкрустовываешь HTTP2 или как. Да, оно используется HTTP2. Середине, да. граф, прям так написано. Сейчас я покажу, по-моему, я в слайде цитата приводил этого. Вот. Ага. Ну, это в самом джеке было написано, что они используют HTTP2 и, соответственно, чертоповодил эти сенсионные запросы. Еще раз, это 12, да, Java? А, 11. Это добавили в 11. Я до вчера думал, что в 12, но перепроверил, оно таки в 11. Супер, дякую. На здоровье, пользуйтесь. Окей. По Амазону питание. Выкручиваем, что Амазон свой JDK мает. У них AWS Lambda сейчас работает на восьмой. Ничего не известно про миграцию дальше. AWS Lambda. Я понял. Нет. Вот это, это, я был на отдельном докладе по Амазону. Они работают над имплементацией нового Java уровня, но пока нет. То есть, пока только восьмая Java. Работники Амазона, они, скажем, они всерьез воспринимают эту проблему и они обещают куда-нибудь сделать, но я пока не слышал даже анонса о том, что где-то будет в Java. То есть, на самом деле, хорошо, что они, в принципе, Java сопортят, потому что они не очень хотели питоны там всякие. Сколько это оправданно допускать Java на Java? В Lambda? Достаточно оправдан. Ну, там есть whole statu у нас такой длинный, а все остальное хорошо. Ну, там, это надо, я, ну, как бы, я, наверное, не могу, хотимся или могу, в общем, сделать доклад именно по Lambda, как там работать с ними, там есть разные, ну, это, в общем, а кто задавал вопрос, Артем? Я думаю, Артем шарит, можно у Артема спросить больше, как работает. у них там у них там лямбды оптимизованы на Java, у них нету холодного старта, они как-то на бэкграунде их прогревают после... А сейчас не нужно это делать прогреватель для лямб? Не, у них само все, но для... не для всех задач не подходит, потому что там идет билл количество как бы с хаваной мемори, и билл время работать с мэллем. Для каких-то коротких задач она подходит, но для небольших таких штук. Полностью согласен. Ну, на самом деле, я бы от себя я бы рекомендовал использовать лямбда, потому что классная штука в сравнении с просто инстанциями, которые у вас постоянно крутятся и кушают деньги. Это прям даже мой господин, боже это. Ладно. Всем большое спасибо. Если вдруг будут интересные вопросы, можем продолжить их в Java комьюнити у нас на Workplace. Приглашаю вас присоединяться, мы найдем еще много интересных вещей. Спасибо.